Вы преодолеете демона страдания, и мне не придется цитировать Поту. Зачем нам нужны страдания и жалобы? Как избавиться от этой привычки? Понимаете, это же вопрос, как мы с вами говорили, изначально. В этом виде страдания есть детско-инфантильное желание получить поддержку и одобрение со стороны другого человека, получить защищенность. Ребенок в детстве страдает для того, чтобы у вас сжималось сердце. Потому что страдающий ребенок вызывает, когда страдает маленькое существо, вы обезоруженные, вы ничего не можете сделать. Почему мамы кричат на кричащих детей? Потому что они ничего не могут сделать. Они сами испытывают эту боль, и они могут только орать, чтобы они закреплятили орать, и это все проще. Это призыв о помощи, она обезоруживает. Поэтому страдания часто становятся таким способом, с помощью которого мы ищем коммуникации, мы ищем эмоциональной поддержки и так далее. Но очень опасаетесь этого способа, потому что ваше страдание разрушает других людей. Вы активизируете зеркальные нейроны других людей, чтобы они тоже начали страдать, и они побежали к вам и что-то с вами сделали. Но потом они привыкнут, что как только вы появляетесь, значит, сейчас у них застрадают зеркальные нейроны, ответственные за страдания, и они будут думать, как бы это все дело обойти стороной и больше с этим человеком не встречаться. Поэтому, конечно, вы можете так делать, и это помогает. Я тут как бы только развожу руками, но поберегите людей, которые вокруг, они вам еще пригодятся. Как в моей любимой сказке про царевну лягушку. Отпусти меня, я тебе еще пригожусь. Не мучайте других людей собственным страданием, дарите им больше радости. Они будут вам отвечать этим, они будут хотеть с вами взаимодействовать, и вы будете все более и более уместно в отношении с ними, и все меньше и меньше шансов на появление страданий будет у вас. Действительно ли гениальные люди склонны к страданиям? Ну, если вы читали мою книжку «Утроица», я там как бы захожу на эту тему гениальности, я, по-моему, достаточно явно пояснил, что люди, обладающие какими-то талантами и дарованиями, для них мир не был предусмотрен. Мир предусмотрен для среднестатистического человека, для обычного человека, для нормального человека. И счастье быть нормальным. Я, поверьте, посмотрел на такое количество талантливых, что я не буду вам рекомендовать этой участи и доли. И это действительно состояние постоянной неуместности, постоянной невозможности найти себе место. Они даже создают что-то, и они не могут с этим примириться. Оно им не нравится. Потом оно им нравится, они приносят вокруг, это не нравится другим, они снова неуместны. Это хроническое переживание, это люди со смещенным центром тяжести для нашего общего существования. И поэтому они все время из него выкатываются. То есть там, где нужно, у других начинают уже действовать гравитационные силы, они лузу свою находятся и адаптируются. И только их оттуда выстреливают. Поэтому, ну это, конечно, двигатель всякой разной деятельности. И понятно, что страдание – это ресурс. Потому что если вы страдаете, то вы можете конвертировать эту силу, эту боль в какую-то деятельность. Другое дело, что это же просто способ уменьшить количество страданий. Это не лечение страданий как такового, а просто как-то из себя это выплеснуть, куда-то это из себя отпустить. И, соответственно, на какой-то момент раздышаться, почувствовать себя уместным, потому что из тебя вышел демон твоего творческого дела. Можно ли получать пользу и удовольствие от страданий? Ну, польза от страданий – это скорее такая мобилизирующая вещь. То есть если вы понимаете, что вы начали страдать, знаете, некоторым людям очень сложно прервать те динамические стереотипы жизненные, то, как у них устоялась жизнь. Потому что нарушение динамического стереотипа – это переживание внутреннего стресса и напряжения. Поэтому многие люди, даже оказавшиеся уже в состоянии, когда ситуацию надо менять и вообще многое что делать, и двигаться дальше, и вообще просто принимать какие-то решения, у них на это нет мощи вот этой внутренней. И в этом случае, если пребывание в этом месте – это неуместность, вызывает у вас страдания, и вам нужно принимать решения, то страдания можно использовать просто как мобилизатор, как конструкцию, при которой я не смогу здесь стать уместным. Здесь все поезда ушли уже, и мне нужно искать свою уместность в новых обстоятельствах, в новой среде. И тогда страдания есть тот движущий фактор, который способен вас вытолкнуть из этих устоявшихся динамических стереотипов и заставить формировать новую жизнь в новых обстоятельствах с новыми людьми, с новыми профессиями, с новой занятостью, с новыми интересами. Поэтому можно извлечь смысл, но не заигрывайтесь. Заигравшиеся люди в страдания становятся бессильны. Как научиться осознавать свои чувства? Ну, мне сейчас сложно говорить, о чем конкретно идет речь. Дело в том, что сейчас все очень любят пользоваться понятием эмоционального интеллекта. Я его очень не люблю, потому что Голден превратил его в такое, про все на свете. А давайте посмотрим на психологию, прикрепив к нему слово «эмоциональный интеллект». На самом деле у эмоционального интеллекта есть узкий смысл, и он действительно в этом смысле есть. Это способность идентифицировать собственные эмоции, ощущать то, что вы чувствуете, и отдавать себе в этом отчет. Потому что есть люди, которые страдают так называемой алекситимией. Это такая особенность психики, не расстройство, а именно особенность психики, когда люди нечувствительны к собственным эмоциональным состояниям. То есть они могут находиться в гневе, и при этом они не осознают, что они их на самом деле сейчас просто распирают от злости. Они могут находиться в панике и не понимать, что они боятся. И это недостаток эмоционального интеллекта, и он не позволяет людям коммуницировать хорошо, потому что естественная коммуникация происходит как раз именно на уровне эмоционального интеллекта, когда ваши зеркальные нейроны включаются, когда вы коммуницируете с другим человеком, и вы по его вот этой мимике, тембру голоса, по каким-то движениям и так далее, у вас все начинает по тун-дун-дун-дун-дун тоже. И вы такие, а, это же тревога, это беспокойство и так далее. И вы меняете собственную тактику поведения. Вы не будете наезжать на человека, который находится в панике. Вы не будете раздражать человека, который находится в раздражении. Вы чувствуете это, и вы подстраиваетесь под это. Почему невроз не проходит, даже если ты понял свою проблему? В нашем мозге есть куча активных нервных центров. И вот, каждый из них, это такой сенат. У нас нет единого изначалия, вертикали власти и так далее. Это такой вот сенат с лоббированием, с интересами, с партийными, значит, какими-то терками и так далее. И когда вы осознали, действительно, ту потребность, которая у вас сфрустрирована, которая, собственно говоря, и создает это чувство глубинного нервного творения, от этого не поменялся ваш привычный жизненный стереотип действий, то, как вы привыкли жить, то, как вы сформировали динамические стереотипы, того, как вы строите отношения с другими людьми, того, что является вашим приоритетом в жизни и так далее. И там это фракция реваншистов и субъектов, отвечающих за следование предыдущему курсу. Она же никуда не делась. Там есть эти нейронные связи, эти нейронные сети, они продолжают говорить вам, что вы должны делать это, они вас толкают, крутится по ним это электричество. Вот вы здесь осознали, но если вы ничего не меняете в своем жизненном контуре, если вы не идентифицируете этих консерваторов, у меня есть глубинная потребность такая-то, она фрустрирована. То есть, условно говоря, я хочу теплых эмоциональных отношений с другим человеком. При этом, значит, я... Как там сейчас? Абьюзеры. Жила 10 лет с абьюзером. Абьюзер, ты придумай глупых слов. Значит, просто не сумели договориться, я так вам скажу. Вот, ну, бог там, с ним не важно. Ну, в общем, вы осознали, что у вас нет этой теплоты, это является вашей потребностью, она фрустрирована, но вы продолжаете жить с этим абьюзером. Ну, как бы, ну, что вы, как это должно? В этот момент, как фейерверк, раз, и все поменялось, ничего не поменяется. У вас есть еще некий стереотип жизни, который вы должны будете сейчас, как вот этим вот, знаете-ка, эти зубы выковыривают, там такая... Нас учили в Минсиск Академии, выковыривали. Калешами вот, ковырял, все так... Подломалась, потом потянула, потом крутанул. Вот, так и вот это надо своей тени. Механизм это нервно-психический, вот эти стереотипы тоже менять. Но вы уже теперь понимаете, свет в конце тоннеля. Вот, и сам симптом теряет свою магию. Да, потому что, когда вы понимаете, что проблемы не в симптоме, не в этом страхе, не в этой навязчивости, не в этой абсцессии, не в этой трагедии, которая у вас в голове закрутилась на баранку, вот так, вот. Вы уже чувствуете себя более свободными, у вас появляется возможность поковырять эти зубы больные. Потом ставите новые, здоровые, свеженькие. Как относиться к однозначно плохим событиям? Я сам проработал несколько лет на кризисном отделении, на единственном кризисном отделении в Петербурге, 7-й психиатрической больнице клиники невроза. У меня академика Павлова психотерапевтом. И я видел все виды страданий, какие только могут, не страданий, а все виды бед, которые могут происходить с людьми. Ну, кроме того, что я врач, я, в общем, тоже видел всякие болезни и смерти. Ну, я видел еще, понятно, и утрату близких, кибель сразу нескольких детей, я не знаю, чудовищное насилие, тропогенные катастрофы, я не знаю, части в войнах и впоследствии. В общем, короче говоря, есть куча событий таких. Я все время даже начал серию, которая называется «Настоящие истории». У меня была серия «Карманный психотерапевт», потом была серия «Экспресс-консультация», а потом я стал делать серию «Настоящие истории», в которой вышла только одна книга «Как пережить развод». А так я заготовил на самом деле истории для книги «Как пережить боль», которая действительно посвящена именно разному виду утратам. Это отдельный большой разговор. Мы отдельно про это с вами поговорим. Не сегодня. Сегодня у нас оптимистичная история. Мы побороли страдания. Что вы творите тут? Наводите трагедию. Все со всем справедливо, все прижим, все будет хорошо. Это гипноз пошел. Есть ли счастливые люди, которых минуют все страдания? Ну, вы же с людьми встречаетесь в определенной фазе их существования. И в какой-то фазе человек может быть достаточно долго на коне. Он обрел собственную уместность, и что ему страдать? Другое дело, что сейчас все повороты и круче, и круче становятся. Но с другой стороны, и возможностей становятся в каком-то смысле больше. Потому что мне сейчас 46 ступней. Да, значит, вообще старыми деньгами я вообще, в принципе, уже должен, так сказать, к земле привыкать. Ну, правда, что тут дальше? Я военный был бы, там уже может быть три раз написью эти. Только если бы звание высокое еще протянул бы. Вот так, все, уже иди, все, привыкай, грядка, 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 привыкай к земле. К картошку копай, а то лучше укропчик. Картошка тяжело уже тебе может быть. А я ведь бодрюсь. Больше молодость продлевается. Почему я про это вспомнил? А, ну что неплохо было бы. Ну да, все непросто, но бывает хорошо. Вот, и короче говоря, кто-то может быть уместен в какой-то момент. Кто-то может иметь больше навыков к адаптации, легкости адаптации. Если вы посмотрите мою книгу «Счастливый ребенок», я там все время говорю, вообще не учите ребенку ничему, но учите его быть счастливым. Что такое счастливым? Это быть уместным. Уметь адаптировать. Что бы ни случилось, ни катастрофа. Ничего страшного. Я рассказывал, то есть, тренинг. У меня сегодня была маленькая. И я такой, и она что, не творит? Я понимаю, все, уронил там все что-то. Я говорю, ничего страшного, ничего страшного. У нас был принц, мы не плачем, у нас ничего страшного. Что, 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 сейчас все решим. И, значит, ей года три, наверное, она сидит в этом. В стуле своем, ну, которая пристала, приустала, значит, торжественно со своим столом, там уже все взрослые совсем. Да, и, значит, и я что-то, и я что-то, я какой-то рассеянный что-то, я, значит, я пытаюсь что-то, ну, и она что-то ей что-то не нравится, она говорит, что-то я не буду, что-то мы что-то начинаем выяснять. И я, значит, рукой избиваю свою тарелку на пол, она там падает, все. И мне ребенок говорит, мне ничего страшного. Вот. Это проба, это работа. Вы что думали? Я что, обещал, что будет легко? Везде я обещал. Я никогда такого не говорил.